Всем привет! Hola a todos! И добро пожаловать на наш третий урок. Вот и подошла к концу первая неделя нашего марафона. Поздравляю вас! Вы дошли до середины, так называемый экватор у нас сегодня. И давайте приступим к новой теме. Тема нашего сегодняшнего урока – это отклоняющиеся глаголы, в которых будет происходить изменение в корне. Называются они отклоняющимися, потому что в них есть так называемые отклонения, то есть изменения. И мы будем говорить об изменении буквы О на УЭ. Например, давайте посмотрим первый глагол. Глагол БОЛАР означает летать. Этот глагол заканчивается на АР. Вы уже знаете, как спрягать глаголы, которые заканчиваются на АР. При этом этот глагол не является неправильным. Он является отклоняющимся, потому что в корне О в настоящем времени будет меняться на УЭ. Как это происходит? Давайте вместе посмотрим. Изменение будет происходить во всех местоимениях, кроме НОСОТРОС и ВОСОТРОС. Посмотрите, ЙО мы О меняем на УЭ, получилось БУЭЛО. При этом мы не забыли, что окончание нам тоже нужно поменять. Помним, что когда у нас местоимение ЙО, окончание в настоящем времени будет О. ЙО БУЭЛО. Снова мы производим изменения в корне, О меняем на УЭ, плюс не забываем про окончание АС для настоящего времени местоимения ТУ, глаголов, заканчивающихся на АР. ТУ БУЭЛАС, ЙО БУЭЛО, ТУ БУЭЛАС, ЭЛЬ ЭЯ УСТЕТ, СНОВА производим изменения в корне и вспоминаем про окончание А в третьем лице. ЭЛЬ ЭЯ УСТЕТ, БУЭЛА. Но СОТРОС и его СОТРОС не изменяется. То есть мы спрягаем точно так же, как и до этого мы спрягали глаголы, заканчивающиеся на АР. Помните, например, АБЛАР у нас было АБЛАМОС и ВОСОТРОС АБЛАЙС. И здесь происходит то же самое. НОСОТРОС, НОСОТРАС, БОЛАМОС и ВОСОТРОС, ВОСОТРАС, БОЛАЙС. ЭЛЬОС, ЭЛЬАС, УСТЕДЕС. Здесь снова будет изменение в корне, ОНА, УЭ, плюс окончание третьего лица множественного числа. ЭЛЬОС, ЭЛЬАС, УСТЕДЕС, БУЭЛА. ЕЩЕ раз давайте посмотрим. Изменения мы произвели в корне и не забыли про окончание. Давайте посмотрим дальше и проспрягаем еще два глагола, которые заканчиваются в данном случае на ЭР и на ИР. Глагол ПОДЕР означает мочь. В корне у глагола ПОДЕР ОО снова поменяется на УЭ, как и в глаголе БОЛАР. Но здесь нам нужно помнить про окончание, и окончания будут немножко отличаться, потому что этот глагол заканчивается на ЭР, не на АР, как глагол БОЛАР, например. Давайте посмотрим. В корне мы произвели изменения ОО на УЭ, окончание первого лица единственного числа добавили, и получилось Я ПОЭДУ. Я могу. Я ПОЭДУ. ТУ снова в корне произвели изменения ОО на УЭ поменяли, окончание добавили ЭС для местоимения ТУ и для глаголов, заканчивающихся на ЭР. Получилось ТУ ПОЭДЕС. ЭЛЬ ЭЯ УСТЕТ. Опять у нас произошло изменение, плюс окончание третьего лица единственного числа, и получилось ЭЛЬ ЭЯ УСТЕТ ПОЭДЕ. НО СОТРУС и НО СОТРАС не меняется, ВО СОТРУС и ВО СОТРАС тоже не меняется. Вспомните глагол КОМЕР мы спрягали, КОМЕР, ЕСТЬ. Было КОМЕМОС и КОМЕЙС, и здесь будет все то же самое, ПОДЕМОС и ПОДЕЙС. Окончания остались те же, в корне изменений нет. Но в третьем лице множественном числе изменения снова появятся. В корне мы О меняем на УЭ, окончание добавляем Н. Это окончание множественного числа третьего лица для глаголов, которые заканчиваются на ЭР. Что получилось? ЭЛЬ ЭЯ СУСТЕТЕС ПОЭДЕН. И еще один глагол, который я хочу проспрягать с вами вместе, это глагол ДОРМИР, означает спать. И ДОРМИР заканчивается на ИР. О мы будем менять на УЭ. ЙО, окончание мы тоже поменяли, в корне изменения произвели. Получилось ЙО ДУЭРМО, Я СПЛЮ, ЙО ДУЭРМО. ТУ, снова в корне произвели изменения. Окончание подобрали для глаголов, которые заканчиваются на ИР, для местоимения ТУ. И получилось ТУ ДУЭРМЕС. ЭЛЬ ЭЯ УСТЕТ ДУЭРМЕ. В корне изменения мы произвели, окончание добавили третьего лица, единственного числа. И получилось у нас ДУЭРМЕ. Дальше. НО СОТРОС и НО СОТРОС, ВО СОТРОС и ВО СОТРОС не меняется. Помните, глагол у нас был ВИВИР в прошлом уроке. Мы говорили ВИВИМОС и ВИВИС. И здесь будет ДОРМИМОС и ДОРМИС. ДОРМИМОС, ДОРМИС. Дальше. ЭЙОС, ЭЙОС, УСТЕДЕС. Мы снова в корне произвели изменения, окончание снова поменяли на третье лицо, множественное число. И у нас получилось ДУЭРМЕН. Они спят. ДУЭРМЕН. Таким образом, производятся изменения в глаголах, в которых есть буковка О, и которую нам нужно поменять на УЭ. Вне зависимости от окончания. Посмотрим еще раз. БОЛАР заканчивается на АР, ПОДЕР заканчивается на ЭР, и ДОРМИР заканчивается на ИР. Здесь, в этой группе глаголов, могут быть все глаголы, то есть из трех групп окончаний, в которых в корне имеется буковка О. Как определить, меняем мы или не меняем букву О? Не во всех глаголах она будет изменяться на УЭ. Здесь, к сожалению, нет никакого определенного метода, только запоминаем. Например, когда я даю уроки, то я подсказываю своим ученикам, если какой-то мы встречаем глагол новый, то я говорю, что в этом глаголе О меняется на УЭ. И тогда мы уже с вами знаем, что в настоящем времени при спряжении этого глагола мы будем производить данные изменения в его корне. Здесь, конечно, только на практике, либо запоминать. Наизусть, наверное, запоминать не стоит, потому что быстро забудется, но чем больше мы употребляем определенные глаголы, тем быстрее мы их запоминаем. Как и во всем, нужна практика и нужно время, конечно же, на то, чтобы запомнить и выучить. Давайте продолжаем. Посмотрим примеры с глаголами volar, poder и dormir. Я часто летаю во сне. Посмотрите, мы произвели изменения, О поменяли на УЭ, добавили окончание О для местоимения. И получился пример. Думаю, сейчас вам уже будет проще составлять примеры, потому что мы с вами это сделали уже несколько раз. Наверное, к сожалению, может быть, к счастью, не знаю, домашнее задание в этих темах, в этих уроках, оно примерно одинаковое. Потому что мы с вами отрабатываем глаголы. Наша задача, чтобы глагол у нас потом получалось спрягать автоматически, так же, как мы это делаем на русском языке, не задумываясь. То же самое должно произойти в определенный момент в испанском языке. Ну или в любом другом иностранном языке, который мы с вами изучаем. Поэтому, чем больше примеров мы составим, тем вероятнее, что в определенный момент мы забудем про спряжение глаголов как схему какую-то в нашей голове, а просто будем это делать, не задумываясь или автоматически. Но я вам приготовила небольшое домашнее задание, отличающееся от наших двух других уроков, поэтому давайте посмотрим до конца. Второй пример. Эта авиалиния летает. Авиалиния это она и я, поэтому мы проспрягали для третьего лица единственного числа, окончание поставили, изменения произвели, и получился пример, получилось предложение. Я не могу гулять много или долго зимой. Но puedo pasar, помним, отрицание мы добавили но перед глаголом, глагол poder проспрягали, о поменяли на уэ, окончание о добавили для местоимения йо. И вообще этот глагол poder, он такой удобный, его можно использовать в конструкции с инфинитивами, то есть посмотрите, pasar, гулять, так же как по-русски, что делать, мы не поменяли. И здесь вы можете подставить любой другой инфинитив, например, я могу говорить, yo puedo hablar, или no puedo hablar, если кто-то вам позвонил по телефону, а вы говорить не можете в данный момент. Yo puedo estudiar, могу учиться, и так далее, и так далее. Здесь любой инфинитив мы можем поставить без изменений, при этом проспрягав глагол poder, конечно же. Дальше давайте посмотрим. ¿Puedes repetir esta palabra, por favor? Можешь повторить это слово, пожалуйста. И смотрите, repetir у нас снова инфинитив, да, здесь мы ничего не поменяли, а puedes мы распрягали для местоимения tu. Можешь ты повторить. ¿Puedes? О поменяли на уэ и добавили окончание для местоимения tu. Дальше, следующий пример. Normalmente duermo ocho horas. Обычно я сплю восемь часов. Duermo. О поменяли на уэ снова. О окончание добавили для местоимения yo. И здесь у нас yo нету местоимения как такового, потому что duermo нам и так из контекста понятно, что это я. Окончание o у нас используется только для первого лица единственного числа, для местоимения yo. И последний пример здесь. Mi hija muy rara vez duerme en la tarde. Моя дочь очень редко. Muy rara vez означает очень редко. Duerme, спит днем. En la tarde. И duerme. Мы распрягали для mi hija. Моя дочь это она, ella. Третье лицо, единственное число. И duerme. Она у e поменяли. Окончание e добавили. Получилось вот такое предложение. Думаю, что здесь должно быть все понятно, потому что у вас уже накопился небольшой опыт выполнения предложения и спряжения глаголов. Если возникнут какие-то вопросы, вы знаете, что всегда можете обратиться ко мне в чате. Дальше я вам предлагаю список отклоняющихся глаголов, которых в корне o поменяется на ue. Давайте прочитаем эти глаголы. Давайте прочитаем эти глаголы. Morir, этот глагол, так как заканчивается на ir, больше глаголов, кроме dormir и morir, заканчивающихся на ir в этой группе нет, поэтому этот глагол составил часть данного списка. Снова выбираем три глагола и спрягаем. В этой группе нужно не забыть, что у нас o в корне поменяется на ue. И, конечно же, вы должны знать, что это не все глаголы, их намного больше, но мы стараемся пока что только довести до автоматизма ваш процесс спряжения, составить небольшой каркас для того, чтобы на него потом накладывать слова, ваш новый словарь, вокабуляр, чтобы после этого вы уже схему имели в голове и могли бы самостоятельно построить предложение в настоящем времени. Здесь я решила вам добавить еще небольшую подтему. Это глаголы возвратные называются. Для чего это нужно? Для того, чтобы в конце нашего марафона мы с вами могли составить описание нашего обычного дня. Это будет наша цель для завершения или как результат марафона это описать, что вы обычно делаете каждый день. И здесь нам, конечно, не обойтись без возвратных глаголов. Что это такое, я вам сейчас объясню. Может быть, кто-то помнит из грамматики русского языка. Если нет, то я вам сейчас об этом расскажу. И не забудьте, домашнее задание будет такое же. Составить примеры, проспрягать. Плюс у нас будет еще одно дополнительное домашнее задание в конце этого урока, потому что здесь глаголов поменьше и примеров тоже поменьше. Давайте посмотрим, что значит возвратные глаголы. Возвратные глаголы в русском языке имеют несколько функций. Но одна из функций, которая совпадает с испанским языком, это действия, которые направлены на нас самих. То есть, так как они возвратные, то действие как будто бы возвращается. Например, здесь я вам показала два глагола. Мыть, глагол лавар, и лаварсы, умываться. Мыть, когда, например, мы моем кого-то или моем что-то, тогда используем глагол невозвратный. А лаварсы, умываться, в испанском языке означает не только умываться, но и мыть части собственного тела. То есть, здесь мы уже говорим о том, что действия мы возвращаем на себя. Я уже не мою кого-то, а мою себя. Не умываю кого-то, а умываю себя. Если сейчас вам не совсем понятно, то на примерах, я думаю, будет лучше и проще объяснить, в чем разница между простыми глаголами и возвратными. Как они спрягаются? Давайте сначала распрягаем глагол лавар. Это правильный глагол, заканчивается на ар, поэтому в нем ничего особенного нет. Давайте просто прочитаем его спряжение и снова вспомним и повторим окончание глаголов, правильных, которые заканчиваются на ар. И все. Окончания все те же самые, местоимения те же самые, нового здесь ничего нет. Когда мы говорим с вами о возвратных глаголов, здесь у нас появляется частичка «ся» или «сэ» по-испански. Если вы вспомните, то в русском языке, например, глагол «умываться» тоже изменяет свою частичку. Она имеет всего две формы в русском языке. Например, когда мы говорим «я умываюсь» и «ся» у нас поменялось на «сэ» с мягким знаком. «Ты умываешься». Здесь «ся» сохранилось. Ну и помните, что мы глагол спрягаем, да? «Я умываю», мы его для настоящего времени проспрягали, «сэ» добавили и означает, что теперь я мою сам себя, свое лицо. «Ты умываешь», опять глагол мы проспрягали, и «ся» мы добавили, означает это, что я сам себе мою лицо. То же самое будет происходить на испанском языке. «Сэ» у нас остается как часть возвратного глагола, но она переносится в начало, перед глаголом будет ставиться и будет менять свою форму для каждого местоимения. Давайте посмотрим. Получается «йо», «лаво» у нас остается, да? Основа глагола та же самая, «лавар» мы проспрягали, у окончания добавили. А вот частичка «сэ» ушла в начало, то есть перед глаголом, и поменяла свою форму «мэ». Для местоимения «йо» частичка «сэ» превратилась в «мэ». «Йо», «мэ», «лаво» – это означает «я умываюсь». Дальше. «Ту», «тэ лавас» – частичка «сэ» превратилась в «тэ». «Лавас» мы проспрягали так же, как и был у нас обычный глагол, когда ничего не изменилось. «Ту, тэ лавас» – ты умываешься. «Эль и я устэц лава». Здесь «сэ» для третьего лица у нас не поменялось, осталось «сэ», окончание мы не забыли и поменяли. «Носотрос» – «нос лавамос». Для «носотрос» частичка «сэ» превратилась в «нос», окончание осталось «амос», как обычно. «Восотрос», «восотрас», «ос лавайс». «Ос» для «восотрос» мы поменяли, и «лавайс» – окончание осталось такое же. И «эйус», «эйас», «устэрис», «сэ лаван». Здесь «сэ» снова осталось для третьего лица, как в единственном, так и во множественном числе одинаково. И окончание «ан» мы добавили, как и было в простом глаголе, невозвратном. «Лаван». Вот такая система получилась. Возможно, вначале будет небольшая путаница, но, как я вам уже сказала, все это практика и все нужно отрабатывать, со временем обязательно получится. Давайте посмотрим еще два глагола. И здесь обратите внимание, глагол «акостар» укладывать и глагол «акостарсе» ложиться. И этот глагол имеет особенность, в нем «о» меняется на «уэ». Это из группы тех отклоняющихся глаголов, которые мы сегодня с вами изучили. Давайте просто проспрягаем глагол «акостар». Означает укладывать кого-то, да, или положить кого-то. Давайте посмотрим, что-то тоже может быть, не только про людей. «Йо» здесь мы «о» поменяли на «уэ», дальше окончание «о» добавили, и получилось «йо» акуэсто. «Ту» акуэстас, да, не забываем изменения в корне и окончание меняем. «Эль» и «я» устэд акуэста. «Носотрос», «носотрас» не меняется. Акустамос. «Восотрос», «восотрас» не меняется. Акустайс. И «эйос», «эйес», «устэн» снова произвели мы изменения. Акуэстан. Акуэстан. Вот так получился этот глагол. Теперь мы посмотрим его в возвратной форме. Акустарсе, ложиться. Теперь мы говорим о том, что мы сами ложимся, уже никого не укладываем. Ложимся сами. «Йо» ме акуэсто. «Я ложусь» означает. «Ту» те акуэстас. Теперь смотрите, три изменения у нас произошло. «С» поменяли на «т», «о» поменяли на «уэ», плюс добавили окончание для местоимения «ту». Таким образом, мы сделали настоящее время, проспрягали глагол «акостарсе». Продолжаем. «Эль», «эй», «я», «устэ», «сэ», «акуэстан». «Носотрос», «носотрас», «носакостамос». Здесь только два изменения. Добавили местоимения «нос» и «амос» окончания. «Восотрос», «восотрас», «осакостайс». Здесь тоже два. «ос» и окончание «аис». И «эйос», «ээ», «сустэне», «сэ», «акуэстан». Снова три изменения. «Сэ» у нас добавилось, «она» у «э» поменяли, окончание добавили. Вот так у нас получился глагол «акостарсе». Здесь нужно быть внимательными, ни про что не забыть, и тогда обязательно все получится. И давайте теперь посмотрим примеры с возвратными глаголами. Первый пример. «Эн ла маньяна», «примеру», «ме лаво ла кара», и «деспуэс лаво лос платос». «Ме лаво ла кара». Посмотрите, утром сначала я умываюсь. «Ме лаво», это значит «я сама себе мою», и «ла кара» – это лицо. С этим глаголом мы обязательно указываем, какую часть тела мы себе моем. И «деспуэс лаво лос платос». «Лаво» – уже невозвратный глагол, потом я мою посуду, потому что мы уже не моем себя, а посуду. Следующий пример. «Кевин» – «примеру лава лос сапатос», и «деспуэс лава лас манус». «Кевин» сначала моет обувь, «лава» – невозвратный глагол, мы его проспрягали обязательно для третьего лица, единственного числа. «Кевин» или «эль» – «он». И поэтому глагол, так как мы моем обувь, глагол невозвратный, а вот уже после, «деспуэс лава» – он моет сам себе «лос манус» – «руки». Это означает, что он моет свои руки, а не чьи-либо еще. И в испанском вы видите, что сначала мы сказали «ла кара» – «лицо», а потом «лос манус» – «руки». Указываем, какую часть тела мы сами себе моем. И не забываем спрягать глагол, конечно же. Посмотрите, когда «ё» у нас было «ме», потому что местоимение «ё», и «сэ», когда «кевин» – третье лицо, единственное число. Следующий пример. «Ё» – «примеру» – «акое сто ами иха» и «деспуэзме» – «акое сто йо». Сначала я укладываю мою дочь ами иха. Посмотрите, здесь мы «о» поменяли на «уэ», обязательно поставили окончание. Этот глагол невозвратный, потому что я укладываю кого-то, свою дочь. И «деспуэзме» – «акое сто йо». А потом «ложусь я». И здесь уже «ложусь», видите, в русском языке тоже возвратный глагол. «Ме» мы добавили в возвратную частичку. И «акое сто» у нас остался точно такой же глагол, потому что для того же самого местоимения мы проспрягали «йо». Дальше, следующий пример. «Кевин» – «акое сто ами иха» когда я работаю. «Кевин» укладывает нашу дочь, когда я работаю. Снова посмотрите, «акое сто» – невозвратный глагол. Укладываем мы «кого» – нашу дочь. «Она» у «э» поменяли, окончание будет для «он» – «кевин» – «эль» в третьем лице единственном числе. И «деспуэзме» там «бьенсе акоэста». А потом он тоже «ложиться». И здесь уже «ся» у нас в русском языке, видите, возвратный глагол, то есть «ложиться сам». Сам себя укладывает, если так можно сказать. Поэтому глагол «возвратный». «Сэ» мы добавили. «Она» у «э» поменяли. «А» – окончание для третьего лица единственного числа. И последний пример с возвратными глаголами на сегодня. Обычно сначала мы умываемся. «Нос» для местоимения «носотрос» и «ловамус» – «амус». В корне ничего в этом глаголе не меняется. Окончание мы сделали. «Носотрос» мы опустили. Это не обязательно, потому что окончание «амус» всегда используется только для местоимения «носотрос». И «доспой носакостамус одормир» и «потом мы ложимся спать». «Носакостамус» – возвратный глагол. «Нос» мы добавили в частичку возвратную для местоимения «носотрос». «Акостамус» – «о» у нас не меняется в этом местоимении. «Амос» – окончание мы сделали. Вот такие примеры у нас получились. Надеюсь, все вам было понятно. Если вдруг что-то непонятно, конечно же, пишите мне в чате. Я с удовольствием вам помогу и отвечу. И давайте практиковать. Домашнее задание будет составить примеры на основе тех, которые есть в этом уроке. И давайте еще посмотрим список глаголов, из которых вам тоже нужно будет выбрать три глагола и проспрягать их. Здесь я вам дала глаголы в паре, чтобы вам было видно, какое действие невозвратное, а какое возвратное. Давайте посмотрим. «Мирар» и «Мирарсе». «Мирар» означает «смотреть», а «Мирарсе» – «смотреться». Например, когда мы сами на себя смотрим в зеркало, это будет «Мирарсе». «Ямар» и «Ямарсе». «Ямар» – это «звать» или «звонить кому-либо», а «Ямарсе» – «называться». Может быть, кто-то из вас уже изучает испанский язык и знает вопрос «Кому ты ямас?» «Как тебя зовут?» Вот как раз этот глагол мы и используем. Поэтому, когда мы говорим «Кому ты ямас?» «Те» – это возвратная частичка. Дальше. «Левантар» и «Левантарсе». «Левантар» означает «поднимать», «Левантарсе» – «подниматься». И здесь речь идет о том, когда мы с вами встаем, например, с кровати утром, поднимаемся во столько-то, столько-то, и используем глагол «левантарсе». «Баньяр» – «Баньярсе». «Баньяр» означает «кубать кого-либо», например, «я купаю свою дочку». И «баньярсе» – это когда я сама купаюсь. «Мебанью» будет «я купаюсь». «Дучар» и «дучарсе». «Дучар» – это купать кого-то в душе. И «дучарсе» – самому принимать душ. «Пейнар» – «пейнарсе». «Пейнар» – расчесывать кого-либо. И «пейнарсе» – самому расчесываться. «Афейтар» – «афейтарсе». То же самое. «Афейтар» – брить кого-либо. Например, в парикмахерских сейчас, в мужских, могут наши мужчины пойти и их побреют. Либо они сами, да, обриться. Это «самому» означает. «Энконтрар» – «энконтрарсе». Здесь я вам добавила глагол, в котором «о» меняется на «уэ». Вспомните список глаголов отклоняющихся. И этот глагол означает «находить». «Энконтрарсе» – «находиться где-либо». И еще значение одно есть у этого глагола – это «встречаться с кем-либо», «видеться». Не забудьте в этом глаголе, если его выберете для спряжения, «о» поменять на «уэ» в корне. Следующий глагол – это «мовер», «моверсе». То же самое. Здесь «о» меняем на «уэ». «Мовер» означает «двигать». Он тоже был в списке. И «моверсе» – «двигаться самому». Последний глагол – это «пробар» и «пробарсе». «Пробар» – «о» меняем на «уэ», означает «пробовать». И «пробарсе» означает «примерять». То есть мы как будто бы пробуем на себя какую-то одежду. Представьте, что вы пошли в магазин и решили что-то примерить. Это будет глагол «пробарсе». Не забудьте «о» меняется на «уэ» в этом глаголе. Вот такой список у меня получился сегодня. Конечно же, это не все глаголы, их намного больше возвратных. Но сейчас давайте сосредоточимся не на том, чтобы запомнить значения глаголов, а на том, чтобы запомнить, как их спрягать. Как я вам уже сказала ранее, для нас важна схема, чтобы в будущем вы могли отправиться в самостоятельное плавание и самостоятельно составлять предложения, подставляя любые глаголы, которые вам будут необходимы в настоящем времени. Вы всегда можете подсмотреть глаголы в словаре, но проспрягать всегда нам понадобится знание, для того, чтобы проспрягать правильно глагол для какого-то определенного местомения. Вот этих знаний мы и сейчас набираемся. То есть это наша финальная цель – самостоятельно смочь проспрягать глаголы в настоящем времени. И последнее задание на сегодня будет вот такое. Посмотреть на картинки и определить, на каких из этих картинок вы видите возвратное действие или глаголы возвратные. Посмотрите внимательно и подумайте, на каких из этих картинок вы видите действие, которое человек совершает для себя. Когда вы нашли, сфотографируйте их, пожалуйста, и опубликуйте в своих историях в Инстаграме, отметив меня в этих историях. Если вы нашли картинку, то я думаю, что для вас не составит сложности найти и сам глагол. Напишите, пожалуйста, какой глагол это есть. Вы его можете написать в инфинитиве, спрягать его не обязательно. Для меня важна картинка и глагол, название действия. Надеюсь, вам все понятно. Если вдруг нет, то я обязательно домашнее задание продублирую в чате. Если какие-то вопросы возникнут, пишите мне в чат тоже или в личных сообщениях. Спасибо вам за внимание. Наш третий урок подошел к концу. Жду вас на следующем уроке уже в понедельник. Хороших вам выходных. И увидимся на видеоконференции. Удачи при выполнении домашнего задания. До встречи. Hasta luego. И пока-пока. Ciao-ciao.